11 июля. Днёвка. День святых преподобных Сергея Германа Палаамска. Монастырь патриарх и вся его сволочь. Даже президент. А у нас тишина. Прочли Акафить с святым хозяевом, искавшим уединение на этом острове. Гуляли. Дети без конца купались. Осваивали микроострова. Вера первая присвоила себе один. Батюшка обещал сохранить его координаты. Монастырь патриарх. Монастырь патриарх. 11 июля. Встали рано. Встала рано. Выхожу из палатки. Хорошо. Сегодня много купаемся. Ещё репетируем придуманный нами с Серёжей фильм. Я потеряла крестик и очень расстроилась. Очень обидно. Но мама обещает, что мы купим новый крест. Монастырь патриарх. Монастырь патриарх. 11 июля. 6 утра. День Сергия и Германа Вламских. Ветер трепет тент палатки. Шумит верхушками сосен. Чайки что-то распереживались. Не спится. Надо решить вопрос. Едем завтра с Валаама или нет. Попили слизи крепко заваренной чайки с ушками и пошли погулять. Тропинку уводят на северную оконечность острова. Выводят к Тихой бухте. Перед нами три острова и дальний – Святой. Там подвязался преподобный Александр Свирский. Как раз ударили в скиту в колокола. После завтрака разморила, заползая в палатку и проваливаясь в тяжелый сон. Палатка нагрелась на солнце. Недушно. Но нет сил поднять пологи. И сновидение одолевает одно за другим. Надо бы встать, опуститься в прохладу озера. Перед ужином иду на черный нос. Дорога гладкая, широкая, по покатым спинам гранитных камней. Славно потрудились море, ветер, время. Очень похоже на берег Белого моря, на который, к сожалению, в этот раз не удастся попасть. Даже нерпа где-то прячется здесь. Замечаю впереди семью диких гусей. Не спеша подхожу совсем близко. В семье полный порядок. Спереди, сзади родители, в середине пушистые гусята. Пошли папа с мамой и детишки посеменили. Остановились родители. Детишки легли, пушок теребят. Малыши летать не могут, поэтому подводят их родители к берегу. В воде они чувствуют себя в безопасности. Снова и снова поражает красоту и гармонию северный край, где суровое соседствует с нежным. Холодные воды озера, берега, которые убраны в гранит, и нежные незабудки, анютные глазки, колокольчики, цепляющиеся в трещины камней, кивающие ветру своими головками, у которых светится солнечный лучик. Ветер-то серебрит гладь озера, то вздымает пенистую волну. Растворяющаяся вдали крик чай, к слову, назовет тебя куда-то. Все это наполняет душу чувством гармоничного соединения с землей, будто на миг попадаешь в иное измерение. И вот звучит в мире невидимая, неслышанная симфония радости и хваления. Слава Богу за все! Слава Богу за все!